Почему во время ливней Ленинский проспект превращается в реку? Сотрудники Водоканала объясняют потопы на магистралях изменениями климата. Дождь, когда за 20 минут выпадает более 26 мм осадков, специалисты называют нерасчетным. Последний такой случился в городе 16 августа. Тогда залило юго-запад, Петродворцовый район, Колпино. Специалисты подсчитали, количество подобных тропических ливней за последние пару лет увеличилось в 6 раз. Их фиксируют особые дождемеры, разработанные в гидромедцентрах, которые разместили по всему городу. Мы должны понимать, в каком районе в течение года выпадает большее количество осадков. И для этого надо будет готовить и выполнять некие технические мероприятия. По анализам полугодия, которые прошел, в основном у нас попадают курорты северная часть и юго-запад. На эти районы Водоканал обращает особое внимание. Здесь уже в ближайшее время будут опробованы новые методы отвода воды с дорог. Сейчас и дождь, и бытовые стоки заведены в одну систему. В новых климатических условиях это неприемлемо. В перспективе мы сейчас планируем строительство очистных сооружений поверхностного стока, для того, чтобы этот поверхностный сток не транспортировать на большие станции очистки, а непосредственно в тех местах, где он будет выпадать, собирать его, очищать и сбрасывать в те водные источники, которые находятся поблизости. Мы будем насыщать наши пересыхаемые речки и пруды, возле которых можно в дальнейшем создавать будут рекреационные зоны. Санкт-Петербург расположен на равнине, но есть места, которые специалисты называют нижними точками. Таков Ленинский проспект. Воды не успевают впитаться в почву и стекают на проезжую часть. Это ошибка градостроительства. В новых микрорайонах эти проблемы решают с помощью особых ирригационных зон, которые будут удерживать поверхностные стоки. Продолжение следует...